Привет! Все взоры прикованы к легкому дивизиону UFC. Дастин Парье может отказаться от чемпионства ради трилогии с Макгрегором или боя с Нейтом Диезом. Деньги против мечты. Что выберет бриллиант? В прошлом месяце Парье одержал, наверное, самую важную победу в своей карьере. Отправил нокаут Конора Макгрегора. Но некоронованный чемпион, несмотря на все возможности, которые перед ним открылись, может отказаться от пояса ради шоу. Очевидно, что схватки с такими скандальными парнями, как печально известный Идиез, больше набьют кошелек Парье, чем борьба за пояс. Сам он, конечно, о сумах не говорит. Вот как он объясняет свое желание выйти в октагон с бойцами, которые на данный момент не занимают высокие позиции в рейтинге. Это захватывающе. Это весело. Это те бои, в которых я хочу участвовать. Бои, которые волнуют меня и которые мотивируют меня вставать и надрывать свою задницу каждый день. Это очень интересно. Нейт Диез – парень, на котором я вырос. Парень, который все еще остается очень громким именем в этом спорте. Вот и все. Мы все знаем, насколько Парье хотел быть чемпионом, как долго он к этому шел. Но давайте будем честными, что о просмотрах своих боев и о деньгах он думает все-таки больше. А самое прибыльное для него предложение, конечно же, трилогия с Макгрегором. И если следующее противостояние американца будет с ирландцем, то UFC может поставить пояс на кон. Но такие действия грозят промоушену лишения еще одного топ-байца – Джастина Гейджи. Второй номер дивизиона заявил, что никогда не будет выступать в UFC, если любимчик промоушена получит несправедливый титульный шанс. И по сути Гейджи прав. Конор одержал победу в легком дивизионе лишь дважды. В 2016 году он нокаутировал Эдди Альвареса, а после провел всего три боя. В двух проиграл, победил только Дональда Серона в прошлом году. Только над ветераном одержал верх и Гейджи, и Фергюсон, и Петтис. Так что такое себе достижение. Сам промоушен заинтересован провести титульник с дебютантом и новым фаворитом Дэйны Уайта Майклом Чендлером. Но это тоже не особо честная игра. Дастин наотрез отказывается тратить свои силы на этого парня. И даже готов отойти в сторону и уступить ему и Оливейре борьбу за титул. Я хочу стать чемпионом UFC. И Чарльз Оливейра – парень, который тоже заслужил это право. В этом можно не сомневаться. Пусть они с Чендлером дерутся за титул. Если они хотят, чтобы Чендлер непременно дрался за титул, пусть сделают это. А я отойду в сторону и просто посмотрю. Заявляет американец. Тут вспомним, как Дэйна Уайт поступил с Парье перед UFC 254, когда поставил Чендлера страховать бой Хабиба и Гейджа. Заслуженно и справедливо? Нет. Возможно, это тоже является причиной Дастина для отказа. Уайт наплевал не только на Парье, не только на Фергюсона. Он наплевал на каждого бойца, который старается поступать правильно и хочет порядочности в этом спорте. Именно поэтому Дастин сейчас говорит то, что говорит. Прокомментировал тот случай Джастин Гейджа. Сам некоронованный чемпион говорит, что экс-чемпион Беллатер просто не заслужил быть его оппонентом. И не считают победу над Хукером такой уж значимой. Понятно, что Чендлер пока не успел толком ничего показать в новом для себя промоушене. Но если сравнивать две схватки Парье-Хукер и Чендлер-Хукер, для победы Майклу понадобилось 2,5 минуты, а Дастину 25. Понятно, да? Кому было легче обойти такого оппонента, как Палач. UFC действительно загнал себя в угол, не устроив главное событие UFC 257 между Парье и Макгрегором за титул. Это решило бы все проблемы, которые они пытаются сейчас решить. Ну а мы поговорим о другом возможном поединке. Нейт Диас и Парье. Диас бросил вызов Бриллианту, предложил ему перейти в полусредний вес. Недавно он опубликовал в Твиттер вот такое обращение к своему соотечественнику. У солдата армии Ника Диаса в полусреднем весе есть для вас кое-что стоящее. Это был бойцовский разговор. Так что на весовую категорию. Отмечу, что их поединок планировался давно. Их бой должен был состояться еще в 2018 году. Однако ему не суждено было свершиться. Оба бойца обвиняют друг друга за срыв встречи. Кто из них действительно винный, неизвестно. Интересный на самом деле персонаж, этот Диас. Он не входит в топ, но все хотят с ним почему-то драться. И вроде Нейт не часто ругается, но его фанатская база больше, чем у большинства топчиков. В конце концов, его имя стало нарицательным, поэтому фанаты всегда рады его возвращению на ринг. Нейт Диас однажды боролся за титул чемпиона в легком весе, но проиграл Бенсону Хендерсону. Возвращаться в легкий вес, судя по всему, он не собирается. А вот самая большая победа была в полусреднем весе против Конора МакГрегора. Его победа над МакГрегором сделала его еще более популярным среди случайных фанатов. Печально известный билет к славе и деньгам. Теперь же Нейт опять на волне хайпа. Он бросает потенциальный вызов первому номеру легкого дивизиона, Дастину Пари. Но UFC еще не объявила о каких-либо сделках, которые они заключают в отношении потенциального столкновения. Не хочу пока делать прогноз, кто над кем одержит победу в случае, если их бой состоится. Жду официального подтверждения и уж потом разберем возможный исход схватки. Вы какое противостояние хотели бы больше увидеть? Коноры Парье или Диазы Парье? Я лично за первый вариант. Не забываем ставить лайки, подписываться и отмечаться в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok